В первом полугодии текущего года масса жалоб о нарушениях 44-го федерального закона, который касается контрактной системы и закупок, поступила в антимонопольную службу Ульяновской области на региональных заказчиков, а не на муниципальных, как раньше. Это отметил руководитель Ульяновского УФА с Россией Геннадий Спирчагов на встрече с представителями СМИ. Однако есть много и необоснованных жалоб. Среди них, как правило, бывают профессиональные жалобщики и те, кто хочет навредить своим конкурентам. К примеру, чтобы отменить аукцион, поскольку не успели подготовить документы. Постепенно, поэтапно в этой сфере с нашей точки зрения наводится порядок. Знаете, по исполнению контрактов есть реестр недобросовестных посвящиков, там, значит, вносятся юридические лица, затем стали вносить учредителей и директоров. Это очень важно, потому что, когда вносили фирмы, учредитель мог завтра создать вторую фирму и спокойно также работать. А в данном случае всё, он ИНН, его как физическое лицо есть, и он уже три года реально не может новую фирму создать. В отношении профессиональных жалобщиков тоже намечены ряд мер, которые планируется принять уже в этом полугодии. Одна из них гласит, что организации, которые не участвуют в торгах, жаловаться не смогут. И во многом такие изменения происходят благодаря работе Минфина. Также Спирчагов подчеркнул, что управление продолжает взаимодействовать с правоохранительными органами, и в том числе с управлением Федеральной службы безопасности. В качестве примера он привёл дело, связанное с уборкой снега на городских дорогах. Его фигуранты Дор-Ремстрой и Альфа-Трансстрой. Из всяких конкурсных процедур, без аукционов, был заключен контракт, довольно-таки большой, между Дорием-Строем и Альфа-Трансстрой. То есть, по сути дела, было заключено антиконкурентное очередное соглашение, что характерно для нашей Ульянской области. К сожалению, сколько выявлено, ежегодно мы выявляем такие антиконкурентные соглашения, в данном случае с помощью управления ФСБ по Ульянской области. Без внимания не остался вопрос о ненадлежащей рекламе. Так, комиссия вынесла решение по делу о массовых обращениях граждан, о фактах распространения в торговых центрах пяти разновидностей рекламы ульяновского производителя алкогольной продукции. Мы рассмотрели, на самом деле нашли нарушение, но поскольку данное распространение рекламы было приурочено к Новому году, оно и связано было как раз с новогодними праздниками, то она носила только ограниченный временной порядок, поэтому предписание не выдавалось. Руководитель ульяновского УФАС России пообещал, что следующее полугодие будет более насыщенным, интересным на громкие дела, согласно наработкам первого полугодия.